ой нихуя себе марков а ты и что-то слышал про викторе вот это сюрприз значит нигде еще ничего не писалось не анонсировалась здорово братва здорово я знаю что вы по мне соскучились я был занят как всегда я компенсировался после болезни практически уже полностью только при этом я теперь с еще с меньшим количеством жира по фоткам увидели да я я же говорю я стал такой же большой как был но только еще суши вот собственно человек вам заглянул чтобы вы знали что я никуда не пропал вот и я пришел вам немножко рассказать о том собственно какие на данный момент контракты есть вот и какие дальнейшие какая дальнейшая будет движуха значит рассказываю на данный момент у меня два контракта и третий контракт у меня ну как у меня три контракта условно говоря просто я как сказать они немножко в разное время заключены поэтому как бы как бы вам так сказать бабки приходят в разное время что-то приходит начале месяца что-то приходит в середине месяца что-то приходит не зачем удалять не буду что-то приходит там еще в какой-то части месяцев вот значит контракта 3 первый контракт и будем говорить так я им очень доволен на данный момент это контракт с компанией хардбоди значит наверняка компанию хардбоди вы не слышали почему не слышали все очень просто я знаю владельца компании очень очень давно с 10 года с 2010 это было наше первое партнерство тогда собственно компания с того момента уже на рынке они торгуются и не только на территории россии представлены они в казахстане в других ближайших нам сейчас ребят подождите в других короче говоря союзных государствах вот но при этом компании не набирал никакой dream team там знаете ну аля как пюр до набрал потом деньги кончились и собственно на этом dream team тоже закончился вот но при этом как вам сказать за время работы они акцент делали всегда на качество продуктов поэтому когда мы согласовали условия я в общем-то стал брать не только бабки мои продукты вот поскольку у меня три разных контракта и я имею возможность выбирать что употреблять от какой компании да я беру исключительно то что в каждой компании мне нравится больше да вот у хардбоди это вот та самая компания до хардбоди называется мне офигенно понравились аминки ну вот поэтому я давлю на их аминки и беру себе очень много вот аминки по полтора грамма я хуй его знает таблетки это или нереальное качество товарищ берем серьезно не пищу это как плесени не обнаружено будем так говорить ну вот вы в принципе же все можете проверить купить просто продукт сами я вам реально рекомендую хаминки вот аминки один в один похоже если кто-нибудь пробовал сейчас вам скажу амина 2002 от ultimate nutrition вот если вы пробовали эти короче аминки то когда вы купите от хардбоди амина табс полторы тысячи то в принципе разницы не почувствуете за исключением одного аминки от хардбоди будут отдавать привкусом малины таким легким довольно таки потому что туда добавлен малиновый ароматизатор это охуенно короче говоря для людей которые сидят на сушке потому что ну сладкого нихуя нельзя ароматизатор добавлен поэтому пахнет малиной и привкус малины блять это сука очень приятно но да поскольку я себя не гружу ничем лишним из ненужных продуктов сейчас то соответственно мне это офигенно понравилось вот ребят сайт сайт откройте хардбоди точка ру и там посмотрите розничные цены позвоните там у них есть и доставки и магазины и все дела короче говоря вот там что я же не ориентируюсь в этом плане что да как во первых у меня оптовый прайс а во вторых я бесплатно все получаю да нет не только через сайт выйти на сайт хардбоди точка ру ссылку я уже дал в инстаграме на этот самый на них поэтому вы можете зайти и посмотреть я вам сейчас их аминки покажу и буду дальше рассказывать окей смотрите вот это баночка аминок вот это логотип чтобы вы просто понимали о чем идет речь как это все выглядит вот амин этапс полторы тысячи смотрите сюда вот я открываю тут это защитная мембранка вся как положено вот вот так вот выглядит короче аминки да у них есть про ты у них очень хорошая сыворотка и изолят честно скажу казин по качеству хороший но по консистенции пиздец казин я не смог пить ну вот поэтому я рекомендую то что нравится непосредственно мне мне нравится изолят сыворотка и аминки вот но я рекомендую вам маминки я буду еще много вам рассказывать чё почем хоккей с мячом вот собственно по ребят ну дело же не в дизайне мы же говорим за качество товара да я же говорю мне очень не люблю вот такие обсуждения а я бы поменял дизайн а я бы я бы а я бы я бы но если я вы уже знаете покупайте оптом блять сырье и можете выпускать все что хотите речь идет исключительно о том с кем у меня контракты что мне понравилось что мне не понравилось hard body на данный момент я могу назвать моим основным партнером я доволен партнерством я доволен отношением ко мне владельцы компании вот и качеством качеством продукции я доволен поскольку это выпускается все на фарм предприятии соответственно там входной выходной контроль есть и как я еще раз говорил на данный момент плесени не обнаружено это главное как вы понимаете за шкваров никаких не было и слава богу потому что после ситуации с пюровскими шоколадками да я не хотел бы и не буду категорически работать с компаниями которые блять будут шквариться потому что после блять шкваров этих компаний шквар автоматически блять переходит на меня как вы понимаете ну я своим именем реально дорожу и бабки которые мне платят должны во-первых окупаться во вторых конвертироваться поэтому я же говорю подчеркиваю на данный момент я всем доволен и поскольку на данный момент я всем доволен я могу вам это рекомендовать поэтому касательно hard body мы с вами прояснили контракт у меня блять ну как тебе сказать когда будешь как я тогда будешь знать сколько контракт у меня вот аминки полторы тысячи да по моему 500 штук блять и количество не нашел давайте сейчас не будем отвлекаться большая банка я думаю что 500 до значит дальше второй контракт это генетик ну соответственно генетик вы все знаете рекламировать отдельно каким-то образом генетик особо 1060 платит пацанам значит значит рекламировать как-то особо генетик и говорить там типа аля там то то а вот тот или вот то то ну так то особого в этом нету просто будем так говорить условия которые да мне насрать дядя сережек если честно значит условиями которые мне генетик дал я доволен вот поэтому с генетиком я работаю по качеству продукции продукции нареканий нету плюс компания генетик у меня есть дополнительное партнерство о котором я расскажу немного позже соответственно как бы объединяя все эти факторы сейчас расскажу ребят давайте по порядку все объединяем все эти факторы я могу сказать что вторым партнером я решил взять себе соответственно они меня себе компанию генетик поэтому несколько продуктов от этой компании я честно вам скажу я их и раньше употреблял но поскольку я не мог это активно озвучивать я это и не озвучивал потому что блять у меня были строгие условия с пюром да так в принципе по генетику я могу сказать что бацахи то я их как бы подъедал и так да и пацаны мне подгоняли там постоянно в подарок знаете там халецкий мне на попробуй на шпрот там надо это было еще когда я был с пюром они мне просто подарками давали там подвозили чем попробуй то попробуй это ну понятно на халяву привозят конечно я пробовал зачем бить но плюс халецким у меня из там еще с одним человеком у нас такие дружеские отношения поэтому как бы когда кроме дружеских отношений есть еще и финансовые отношения то в общем то блять нормально я думаю сойдет я думаю про меня спрашивал ты не только ты не только у халецкого короче говоря так ребят соответственно я вам озвучил что второй партнерский контракт у меня с генетиком да я заострю внимание заострю ваше внимание что больше я не буду работать по принципу как это у нас происходит с другими спортсменами со всеми охуею немного скажу почему потому что я могу себе это позволить а другие нет потому что я могу блять позволить себе рекламировать это на большую аудиторию поэтому спонсорам это просто интересно а другие нет вот поэтому соответственно я к чему это все веду я не буду являться лицом какой-то одной компании кричать что я ем только продукты этой компании пиздежом заниматься я не хочу я ем разные продукты от разных компаний в том числе на данный момент у меня дохуя остатков моего собственного спортпита из магазина питерского которого запаса мне хватит еще блять как минимум на полгода я просто могу выбрать продукты от одной компании который мне нравится я их выбрал продукты от другой компании который мне нравится я их выбрал и соответственно основании этого работы да и рассказывать вам о том какие продукты от какой компании я употребляю почему эти продукты этой компании я употребляю, а другие продукты этой компании я не употребляю. Вот, соответственно, нихуя особо не скрываю, я вам сказал, что мой первый партнер это Hard Body, второй мой партнер это Genetic Lab и третий партнер мой это компания Victor Distribution. Значит, почему я решил поработать с Victor Distribution? Все очень просто. Там есть Levron Nutrition, да, и там есть Astrovid. Я решил, поскольку кто не знает, Levron делается в Польше, я решил, что неплохо было бы попробовать польского спортпита. И поскольку, опять же, он мне будет доставаться бесплатно и дополнительно мне будут платить бабки, почему бы не затестить то, что мне интересно и почему бы не увеличить количество поступающих денег, благодаря тому, что спонсорам интересно именно в таком виде, причем они друг о друге знают, поэтому, как бы, у меня все довольно таки открыто и вообще я молодец, как вы поняли. Вот, так что в ближайшее время ждите в моих анонсах рассказы о Levron Nutrition, ждите рассказов об Островите, ждите, блядь, довольно таки подробные обзоры на хардбоди, ну а генетик, ну а что генетик? Генетик я просто жру. Вот, что касается Диего, насчет системы, ебал в рот эту систему, вот, все это, блядь, стало похоже просто уже на цирк, когда все спортсмены стали бегать и орать, что они едят только один спортпит одной фирмы и больше нихуя, и все это исходит исключительно от того, что просто одна компания исключает партнерство с другой компанией, потому что ей это невыгодно. А у меня все, блядь, не так. У меня, блядь, я сам выставлял условия компаниям и сам сказал, что ничьим конкретно лицом я являться не буду. И поскольку они не могут предложить такие, блядь, большие суммы, которые бы заставили меня исключить другие компании, блядь, из ассортимента рекламы, соответственно, мы договорились на таких условиях, которые будут устраивать всех. Все хотят получать шум, все хотят получать рекламу, а я хочу получать нормальный спортпит, который мне будет нравиться, бабки, блядь, и получить карту профессионала, а для этого нужно очень много денег и времени. Поэтому, пацаны, для того, чтобы радовать вас, я, в общем-то, пошел по очень простому пути. Я использую свои медийные источники для того, чтобы конвертировать их в деньги. И, соответственно, тем самым улучшить свою форму, благодаря которой я и, в общем-то, планирую получить то, что хочу. Спасибо, что не забываете про меня, судя по онлайну, я вижу, что вы меня ждали, заходили, а меня не было. Не переживайте, я буду с вами сегодня, я даже побрею свою лысину и буду качать ноги. Если будет нормуль сигнал, то я вам даже запилю немного перископчика с тренировки моих ног. Не забывайте поглядывать в мой инстаграм, отписывайтесь там в комментах, потому что вы моя любимая часть, которая у меня здесь постоянно сидит. Поддержка в комментариях никогда не бывает лишней, я вам честно скажу, потому что пидорасов там всегда очень много. А банить я никого не хочу, чтобы это не выглядело по принципу, что неугодных я убираю. Поэтому моя большая просьба, не забывайте в инстаграме или вконтакте, в Валероне отписываться, я не знаю, писать приятности. Я буду вам за это очень благодарен. Ну и вообще, как бы это подбадривает, ребят. В следующий раз, когда буду выходить вот так вот из дома, я вам расскажу немножечко о том, что там было, давление. Я тут ходил к врачу, мне понаписали кучу всего, что нужно проверять и прочие всякие дела. Ну, схожу проверить, но вы же понимаете, пацаны, что, блядь, такие эфиры, которые я принимаю, они просто не могут быть для здоровья бесследны. Поэтому проблемы с давлением, блядь, кровь из носа и другие всякие негативные эффекты. Это как бы неизбежная хуйня, на которую я иду, просто понимая, чем я занимаюсь. Вот, ну и плюс, тут у меня еще банальные грыжи, зажимы, поэтому надо еще проверить эти дела, сосуды. Короче, пацаны, мне уже не 20, мне 31, вот, и моложе я не становлюсь, блядь. Но, с другой стороны, при этом я хочу вам сказать, что у меня становится значительно больше понимания того, что я делаю, как я делаю, и значительно больше понимания, блядь, для чего я это делаю. Поэтому из того, что я делаю, я хочу вам сказать честно и прямо, нет ничего, чтобы я делал просто так. Все, что я делаю, я делаю с определенной целью. Поэтому мое вам искреннее, блядь, уважение, поклон за то, что вы со мной, я постараюсь, блядь, вас не разочаровать, ребят. Всех люблю, давайте, до встречи, пока. Продолжение следует...